В гости нашего сегодняшнего эфира будет политолог, заместитель председателя общественной организации «Русская община Азербайджана» Анастасия Лаврина. Анастасия Витальевна, вы, помимо того, что являетесь обретшей популярность телеведущей, автором очень интересных интервью с известными политиками и общественными деятелями, а также экспертом, которая сама, как сегодня, проводит анализы и озвучивает свои собственные очень интересные мысли. Вы, помимо всего перечисленного, являетесь также довольно заметной фигурой и активным членом «Русской общины Азербайджана». Давайте начнем нашу сегодняшнюю беседу с того, что вы расскажете нашим зрителям о вашей организации, когда она была создана, как случилось, что она была создана, об основных направлениях ее деятельности, достижениях и так далее. Спасибо, спасибо большое за вопрос и за такую высокую оценку моей профессиональной деятельности. Очень приятно слышать от вас такие слова. Что ж, «Русская община Азербайджана» — это довольно известная общественная организация, и как раз-таки в этом году организация отмечает свое 30-летие. Поэтому говорить об успехах, о целях этой организации можно довольно долго, но, понимая регламент нашей с вами дискуссии, я постараюсь вкратце обозначить главные аспекты работы организации. Создана она была в 1993 году, довольно сложный период для нашей страны. Мы все помним, какие процессы разворачивались тогда в регионе Южного Кавказа и какие силы пытались воспользоваться этой ситуацией. Поэтому сама идея создания «Русской общины Азербайджана» была нацелена на то, чтобы показать вот это единение азербайджанского народа и обозначить факт, что русские, этнические русские в Азербайджане являются полноправными гражданами Азербайджанской республики, которым, разумеется, ничего не угрожает, и они могут спокойно развиваться и реализовываться, проживая в Азербайджанской республике. Идея создания, она однозначно принадлежит председателю «Русской общины Азербайджана» Михаиловичу Забелину, который также является депутатом Минли Мэшлиса Азербайджанского парламента. И что, на мой взгляд, очень важно, идея была поддержана и общенациональным лидером азербайджанского народа Кейдаром Алиевым, который еще, мне кажется, с самых первых дней, как он только стал президентом Азербайджанской республики, показал, насколько важно развивать мультикультуральный Азербайджан, где все граждане обладают всеми правами, где мы можем спокойно пропагандировать свою культуру, говорить на своем языке, но при этом однозначно государственный язык у нас азербайджанский. Но вот тогда идея создания «Русской общины», она заключалась в том, чтобы показать, насколько наш народ един и насколько этнически русские граждане могут быть интегрированы в азербайджанское общество. Идея, задумка, можно сказать, удалась. И после этого уже «Русская община» продолжила развивать свою деятельность. И на сегодняшний день там уже многоплановая общественная деятельность. Мы активно сотрудничаем с этническими русскими, проживающими в Азербайджане однозначно. Есть русские, которые, скажем, приезжают из России, они граждане Российской Федерации, но приезжают в Азербайджан по тем или иным причинам. Это семейное положение или же, допустим, их просто переезд связан с работой. Но при этом у них тоже получается посещать наши мероприятия и в то же время наслаждаться, так сказать, культурой, пропагандировать русскую культуру здесь, в Азербайджане. У нас при общине действует активно Центр русской культуры, где мы организуем различные мероприятия, праздники. И на этих праздниках у нас присутствует достаточно много и самих азербайджанцев. Это и Лизгины к нам приходят, и Татары, которые активно участвуют в праздновании тех или иных важных дат. Например, Масленица совсем недавно у нас, она пришла на очень хорошем уровне. Поэтому русская община Азербайджана – это действительно уже полноценная сформировавшаяся организация, которая активно пропагандирует свои цели и при этом поддерживает политический курс, хоть это и общественная структура, общественная организация поддерживает политический курс, выбранный правительством и руководством Азербайджанской республики. Завершая так, хочу сказать, что на протяжении вот этих трех десятилетий русская община Азербайджана выступила рядом с заявлением о том, что происходит в регионе Южного Кавказа, призывая международное сообщество и военно-политическое руководство в Армении, чтобы одуматься, чтобы сделать все для урегулирования конфликта на тот период, существовавший между Арменией и Азербайджаном, освободить на тот период оккупированные азербайджанские земли и думать о интеграционных процессах, о взаимодействии. И когда началась 44-гневная отечественная война, русская община опять-таки выступила с призывом к международному сообществу поддержать действия Азербайджанской республики, потому что просто не было иного выбора. Мы уже должны были военным путем на тот период решить проблему с этим конфликтом. Мы все знаем, как международная общественность, к сожалению, бездействовала на протяжении практически трех десятилетий. Наши этнические русские граждане Азербайджана добровольцами пошли и принимали участие в освободительной войне. У нас есть герои, которые награждены медалями. К сожалению, есть шагиды. Это все говорит о том, что за эти три десятилетия русская община смогла интегрировать этнически русское население в полноценных, полноправных граждан Азербайджанской республики, которые готовы сейчас с гордостью отстаивать интересы своей родины. Отлично. Ну что ж, со своей стороны мы пожелаем больших успехов в дальнейшей деятельности русской общины. Анастасия Витальевна, вот помимо того, что мы, зрители, привыкли видеть вас на экранах телевидения в качестве телеведущей и эксперта, вот не так давно вы представили перед нами новые роли. И миллионы наших соотечественников увидели вас среди участников, проходящих по сей день на Алачинской дороге экологической акции. Вот расскажите, пожалуйста, о вашем участии в этой акции. Ну, помимо всего того, что мы и так знаем, вот о ваших личных впечатлениях от увиденного там вот своими глазами. Я думаю, это логично, что русская община Азербайджана просто не могла остаться в стороне, когда мы видим, как наши экоактивисты, представители неправительных организаций, общественность, наши журналисты, они стараются, во-первых, добиться того, чтобы азербайджанские экологи смогли посетить месторождение в Карабахском регионе Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы в той зоне, и в то же время призывают мировую общественность посмотреть на то, что творится в регионе. Лачинская дорога, если мы помним, еще с момента подписания взрослого заявления была обозначена как гуманитарный путь, который связывает Армению с Карабахским регионом Азербайджанской республики, и вот эта гуманитарная цель, которая была прописана и обозначена, она практически в первых дней была игнорирована армянской стороной. Армения просто пыталась, опять-таки, затянуть обсуждение, переговорный процесс и представить картину с абсолютно другой информацией, так сказать, дезинформировать мировую общественность. Члены русской общины Азербайджана, члены молодежной ассоциации русской общины Азербайджана, которые тоже очень активно представлены в Азербайджане, во-первых, мы хотели пойти лично посмотреть, что происходит на Лачинской дороге, почему так много дезинформации о якобы блокаде Лачинской дороги, ну и, во-вторых, поддержать наших экоактивистов. Я думаю, у нас это получилось, потому что наше участие, оно действительно приобрело обширную, обширный формат представления нашего участия в ряде СМИ. И я думаю, это каким-то образом даже насторожило армянскую сторону, потому что они поняли, что и даже здесь, в мирной акции экоактивистов на Лачинской дороге, азербайджанский народ един. Даже здесь этнические русские граждане не остались в стороне, они приехали и поддержали. С нами вместе была и дочь национального героя Азербайджана, Регина Ковалева. Она также принимала активную участие. Были и другие общественные деятели из русской общины Азербайджана. И мы помним, был довольно очень интересный такой момент. Как только мы вернулись с Лачинской дороги, через два или три дня в соцсетях появилась информация, видеоматериал о якобы русской, которая проживает в Карабахском регионе Азербайджана. И вот даже прошел такой слоган, который армянская сторона распиарила. «Русские блокируют русских». Идея, политическая карта, которую Армения пытается разыгрывать про якобы имеющуюся русскую общину в Карабахском регионе Азербайджана. Но что довольно интересно, я думаю, и вам, и нашим телезрителям узнать об этом. Даже страничка Википедия, так называемой русской общины Карабаха, появилась в 2021 году. То есть весь период существования конфликта этой русской общины там не было. Никакой деятельности она не занималась. В то время как русская община Азербайджана довольно активно была представлена в социальных сетях и, как я уже сказала, выступала с заявлениями, русской общины Карабаха так таковой не было. И вот когда началась 44-дневная отечественная война, когда Армения поняла, что она терпит серьезное поражение на поле боя, появилась идея пропагандировать конфликты и военные действия как столкновение между мусульманами и христианами. И тогда появилась вот эта идея якобы существования русской общины в Карабахе и призывы к другим странам, в частности к Франции, помогите, пожалуйста, вот мусульмане тут пытаются что-то сделать с христианами. Но я думаю, модель мультикультурализма и толерантности известная в Азербайджане, она хорошо представлена на международном уровне, поэтому в эту были сказку армянской стороны, никто толком и не поверил. Единственное, что некоторые, может быть, политические деятели, опять-таки, в той же Франции, они пытались как-то политизировать эту ситуацию и использовать ее в своих целях. Но серьезно к этому никто не отнесся. И так вот, наше участие в акции на Лачинской дороге, оно было моментально также пропиарено и в армянских СМИ, но, конечно, с их точки зрения. Но мы, опять-таки, мы, во-первых, увидели, что Лачинская дорога, она абсолютно открыта. При нашем участии там беспрепятственно проехало несколько машин с коммунитарной помощью. Вы даже снимали, да? Я помню, что вы даже снимали на телефон. Совершенно верно. Мы в прямом эфире ввели об этом трансляцию. Мы говорили о том, что здесь проезжает и машина Красного Креста. Причем машины подъезжают, участники акции спокойно расступаются, машины проезжают дальше. О какой блокаде тогда может идти речь? Если армяне говорят, ну как же, там проезжают машины Красного Креста, но не армяне, поэтому дорога, по их мнению, блокирована. Ну, пожалуйста, пускай проедет машина с этническим армянином, что неужели мы их не пропустим? Хотя бы одна машина проедет, чтобы был факт того, что их не пропустили, чтобы можно было говорить о блокаде. Совершенно верно. А помните был случай даже, вот этот один армянин этнический, он как раз-таки попросил поприщу у азербайджанской стороны. Его спокойно перепроводили. Так о какой блокаде может идти речь? И вот их всегда, я думаю, армянскую сторону бесил тот факт, что и в период военных действий, и до войны 44-х дневной, и вот сейчас на латинской дороге, опять-таки, это не только азербайджанцы, но и другие народы, проживающие в Азербайджане, говорят о ситуации. Их это очень бесит, как страну, которая является моноэтнической. Но они могут там найти одного русского и сказать, у нас там живет 120 тысяч, но кто им поверит? Они говорили еще до начала военных действий, что у них там 120 тысяч русских проживает, сейчас их стало 30 тысяч, потом они говорят, что у них там, в общем, нестыковка с цифрами у них постоянно была и есть, и будет. Поэтому я думаю, что наше участие в акции на латинской дороге, оно прошло довольно успешно, но акция продолжается, и мы стараемся всеми силами сейчас уже дистанционно, на информационном поле поддерживать наших экоактивистов. И я бы сказала, думаю, мы с вами об этом еще поговорим, что акция приносит довольно хорошие результаты. Да, да, так и есть. Кстати, а вот о том армянине, да, он по возвращению домой, вот в Ханкин, он там подвергся гонениям. Но вдруг появился кто-то, кто решил показать ситуацию с другой стороны, разрушил гиф армянский. Вот, что им оставалось делать? Мы знаем очень много армян, даже в Карабахском регионе Азербайджана, если помните, сколько было случаев, армяне подходили к нашим военнослужащим и просили помощи. Но они боятся, потому что вот эти реваншистские настроенные силы в Армении и даже в Карабахе на сегодняшний день, они моментально на это реагируют и пытаются запугивать этнических армян, которые, возможно, если бы этого не было, давно уже с огромным удовольствием интегрировались в азербайджанское общество и стали частью единого азербайджанского народа. Кстати, вот вы затронули тему русской общины Карабаха, бывшего Нагорного Карабаха. Я вот начинаю вспоминать, что где-то лет, может быть, 10 назад в Армении появилась еврейская община Армении. Мы стали выяснять через свои каналы, выяснилось, что это еврейская община Армении состоит из одного человека и фамилия этого человека и имя. Имя и фамилия Римма-Варжапетян. Вот такая вот еврейская община Армении. Если так покопаться, наверное, в Карабахе, русская община Карабаха тоже. Ну вот они только одну там женщину нашли, моментально, друг ниоткуда, сняли материал. А, уже община для них. А вот, кстати, русскую общину Азербайджана в своих сетях они называют так называемой. Вот, значит, в Азербайджане это так называемая, а вот в Карабахе самая настоящая русская община. Ну, я думаю, в мире поверят общине, которое существует с 93-го года, а не с 2021. Естественно. Ну, естественно. У меня к вам вопрос. На ваш взгляд, какие реально цели преследуют вот эта миссия? Ну, очевидно, не для того она здесь сюда направлена, чтобы что-то там предотвращать, чтобы понять, что если последует провокация со стороны Армении, то никакое присутствие миссии не остановит Азербайджан от ответной реакции. Очевидно. В таком случае, вот какую реально цель, по-вашему, преследует эта миссия? Я бы для начала добавила фразу «всевдогуманитарная миссия Европейского Союза, направленная Республику Армению на границе с Азербайджаном», которая не была согласована с азербайджанской стороной, хотя изначально, как они любят говорить, это было согласовано в Праге. В Праге на два месяца было согласовано, не на два года. И прежде чем принимать решение направить новую долгосрочную миссию, возникает вопрос, а чего добилась первая миссия? В составе 40 человек, кстати. Тогда еще 40 человек. 40 человек? Чем они занимались? Делимитированы ли границы? Продвинулись мы в идее подписания мирного договора? Прекращена ли незаконная деятельность незаконных вооруженных формирований Армении, расположенных в Карабахском регионе Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы? Нет. А вот не вернуться ли нам к первой обозначенной идее, которая прозвучала, как только было принято решение об направке этой миссии, а мы знаем, что по большей части это постарались французы, что Франция пытается в будущем создать свою военную базу в территории Республики Армения, сконцентрировать большое количество прозападных сил, чтобы не потерять контроль или наоборот обрести дополнительное преимущество в противовес Российской Федерации, которая долгий период времени практически полностью контролировала ситуацию в Республике Армения. Три военные базы. Контролируется воздушное пространство Армении. Кем? Россией. Но на сегодняшний день там находится второе в мире по величине после Ирака американское посольство. Там сейчас сосредоточены силы, причем не гуманитарные, европейские. Там есть присутствие Ирана, который тоже пытается акцентировать и развивать сотрудничество. То есть Армения практически превращается в такой хаб сосредоточивания в себе разных противодействующих сил, не задумываясь о последствиях. Если Азербайджан со своей стороны пытается стать хабом, который развивает интеграцию между странами, энергетические процессы, политические, экономические, стать центром, где стороны обсуждают мирную повестку, то Армения становится вот таким эпицентром, где сосредотачиваются противодействующие силы. И в конечном итоге это может привести к большому взрыву, который не принесет ничего положительного. Почему бы нет? Есть эксперты, которые сравнивали Армению с Сирией, что вот там постепенно к этому может привести. И в этом будет виноват не Азербайджан. Азербайджан до сих пор не позволил никакой стране разместить свою военную базу на территории Азербайджана. Здесь дислоцированы российские миротворцы в сроках пребывания 5 лет, но это совершенно несравнимо с тем, что на сегодняшний день из себя представляет республика Армения. Попытка даже усидеть не на двух стульях, а там уже 3-4 стула, но при этом они якобы за мир, они якобы за все хорошее. В Европе должны понимать и во Франции тоже, что Армения не такой уж прям доверенный помощник, который готов завтра присоединяться к интеграционном процессе в Европе. Армения сама прекрасно дружит с Ираном, у которого очень-очень-очень, я бы сказала, сделал натянутые отношения с Европой. А вот что это будет дальше? И Армения пока официально не отказывалась от России, хотя, присоединившись к Римской конвенции, сделала очень хорошую подставу, я бы сказала. Как-то мне задали вопрос. Вот, Анастасия, а почему вы считаете, что Армения бывает задействована в таких противодействующих полюсах между Западом, Востоком и не только? Почему не другие страны в регионе? И на что я ответила, что две другие страны, Азербайджан и Грузия, независимые республики. И они самостоятельно принимают решения, принимая во внимание в первую очередь свои национальные интересы. В Армении своего мнения нет. Это страна, в которой давно уже решения принимают абсолютно другие силы. Если раньше это большей частью была Российская Федерация, то сегодня за Армению принимают решения, когда выгодно. Это Франция, это Соединенные Штаты Америки, это европейские миссии, это Россия, опять-таки, Иран при необходимости. Кстати, кстати, да. А Армения просто разводит руками и говорит, да, пожалуйста, делайте, что хотите. Мы просто будем громко кричать о том, что у нас есть страшный враг Азербайджан, как они любят говорить, а в основном нам все равно. Приходите, делайте с нами, что хотите. Практически политика Армении самое слабое звено в регионе Южного Кавказа, поэтому она спокойно может быть использована в ряде стран. Знаете, вот им достаточно одного заявления какого-то политического депутата, евродепутата, который скажет, Армения, мы вас поддерживаем, и все. Кстати, о степени несамостоятельности Армении и о том, как легко вмешиваются в суверенные дела Армении, говорит хотя бы тот факт, что даже в тот период, когда Армения показывала, появились признаки того, что она вроде бы уже готова на какой-то там компромисс по Зангизорскому коридору, уже даже в тот момент, когда она сама уже приближалась к компромиссу из Ирана, поступали сигналы, что вы, ребята, давайте там, мы вам не дадим этого сделать, даже если вы сами этого захотите, даже если сами достигнете согласия с Азербайджаном по поводу Зангизорского коридора, мы вам этого не дадим. То есть до какой степени можно вмешиваться в суверенные дела Армении и в какой степени эта страна может быть несамостоятельной, когда из соседней страны тебе говорят, что даже если ты захочешь что-то там дать, открыть дорогу, мы тебе этого не дадим. Вот во что сейчас превратилось? Армения довольно часто говорит и ссылается на то, что вот у Азербайджана ближний союзник Турция, а тогда какие вопросы к нам, что мы так близко взаимодействуем с Ираном. Но то, что вы сейчас сказали, национальные интересы и независимое принятие решений. Один элементарный пример это сотрудничество Азербайджана и Израиля. Турция, братский народ, братское государство. Но когда у Турции возникли разногласия с Израилем, у Азербайджана с Израилем разногласий не было. Это еще раз подтверждает тот факт, что Азербайджан наоборот как-то посодействовал налаживанию, восстановлению, я бы сказала, политических контактов между Турцией и Израилем. Вчера буквально было открыто официально азербайджанское посольство в Израиле, но ни Турция, ни кто другой не может нам сказать, что вы не правы, вы не должны это делать, потому что у нас там есть какие-то проблемы. Нет. И у Турции сейчас с Израилем тоже налаживается диалог по восстановлению и возвращению к тому периоду, как это было до всем известных политических проблем, возникших между двумя странами. В случае с Ираном эта страна использовала оккупационную политику Армении против Азербайджана для собственных интересов провоза. Это мы знаем уже и наркотики, и нелегальный въезд на тот период оккупированные азербайджанские земли со стороны Армении. То есть Армения оккупировала, Иран это использовал, и когда Армения разрушала даже мусульманские святыни и мечети, Иран молчал. Страна, для которой религия это вот что-то такое важное, страна, которая действительно мусульманская, она закрывала глаза на разрушение мечети. Когда в мечетях содержали, прошу прощения, рогатый исход. Об этом и фотографии были, и свидетельства были. Для Ирана было все в порядке. Сейчас Иран пытается вести какую-то подрывную деятельность против Азербайджана. И мне идеально было обидно, когда практически после завершения конфликта, подписания трустороннего соглашения, трустороннего заявления, мы стали говорить о создании платформы 3 плюс 3. То есть мы не оставили никого в стороне Азербайджана, Турции. Мы говорили и Грузия, Россия, Иран, Армения. Давайте взаимодействуем. Давайте. Мы все вместе будем участвовать в процессах. А с учетом того, что как-никак Южный Кавказ, он остается стыком между Западом и Востоком, мы всегда будем актуальны. Это и Каспийское море, и Каспийский регион. Давайте взаимодействовать. Иран вроде бы вначале говорил, да, почему нет, давайте. И когда уже практически дело начало продвигаться к тому, что сейчас это произойдет, вдруг Иран взбунтовался? Нет. Значит, изначально они этого не хотели. Значит, изначально их не устраивало разрешение конфликта между Арменией и Азербайджаном. Их не устраивала растущая роль Азербайджанской республики в регионе. Они изначально преследовали свои провокационные цели. Когда они поняли, что своими подрывными путями за кадром не получится это сделать, они начали действовать в открытую. Иной раз мне кажется, что по поводу освобождения приграничных районов. Зангеланские, Джабраэльские, Финзуинские. Иной раз мне кажется, что Иран переживает больше, чем сама Армения. Если бы Иран не переживала, они бы не проводили военные учения на границе с Азербайджаном, а потом обижались. Почему Азербайджан недоволен? Так ведь зарабатывала Иран очень сильно на вывезе в ТОРС стройматериалов, продаже на рынках стройматериалов. Все вот эти камни, оконные рамы, трубы, все это уходило на иранские рынки. Очень сильно зарабатывало. На демонтаже наших. И вот такая кормушка теперь уже. Да, такую кормушку прикрыли. Через Азербайджан не получится. Незаконную деятельность придется прикрыть. Европа до сих пор свои санкции от Ирана не отозвала. Америка не активно взаимодействует. Что еще остается делать? Подрывную деятельность продолжать в регионе, чтобы у меня не получается и ни у кого пускай не получится. Но я думаю, что Азербайджан достойно отвечает на все эти вызовы и продолжает развивать свою внешнюю политику, нацеленную на глобальное сотрудничество. И наше сотрудничество с Израилем, как было подчеркнуто, которое не направлено против третьих государств, третьих стран, просто поможет нам еще более активно развивать мирную повестку и обеспечивать безопасность в регионе Южного Кавказа. Поэтому Ирану хочется или не хочется, смириться придется. Дай бог. Ну что ж, Азербайджан Сталинович, очень интересно, очень интересно с вами беседовать. Увы, время эфира ограничено. Благодарю вас за сегодняшнее ваше участие и будем с нетерпением ждать вас в наших будущих беседах. Спасибо вам огромное за предоставленную возможность. С вами тоже очень интересно дискутировать. Вы прекрасный политолог, могу сказать, с твоей стороны. До скорых встреч. Спасибо. До свидания.